Чувашские легкоатлеты уже пострадали из-за допингового скандала вокруг сборной России. По меньшей мере, двум спортсменам грозит отстранение от международных соревнований из-за дисквалификации Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Под санкции Международной Ассоциации попали и Чебоксары. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Буквально неделю назад с ходом подготовки к предстоящему Чемпионату Мира по спортивной ходьбе ознакомились представители Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций. Проделанная работа, и они остались довольны. Трасса для ходоков уже реконструирована, правда теперь остается вопросом, пройдут ли в Чебоксарах эти престижные старты. Никаких официальных документов о переносе Чемпионата Мира в другую страну пока не подписано. Руководитель спортивного ведомства республики отмечает, что окончательно этот вопрос будет решен в конце ноября. Сейчас регион продолжает плановую подготовку к этим соревнованиям. В ближайшее время трасса для ходоков должна пройти окончательную аккредитацию на право проведения международных стартов. Буквально сегодня мы отправляем отчет о ходе подготовки, потому что у нас нет никаких оснований не отправлять, нет никаких запретов. Да, было заявление, но мы не знаем сроки даже временного отстранения, и на каких соревнованиях они не будут выступать, наши спортсмены. Вместе с чебоксарцами международных соревнований могут лишиться и жители Казани. В следующем году там должен пройти чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров. По сути, на обоих стартах могут быть разыграны путевки на предстоящую Олимпиаду. Пока непонятно, выступят ли российские легкоатлеты на играх в Рио-де-Жанейро. Между тем, из-за санкций ИАФ уже была отстранена от участия в международном марафоне Татьяна Рахипова. На мировые старты сейчас рискуют не отправиться и другие спортсмены, но подготовка к ним продолжается. Мы как начали олимпийский сезон, так его продолжаем, сидим на наших базах, ведем свои тренировочные проценты. В настоящий момент мы находимся в Кисловодске, на российском сборе. Команде как бы обстановка дружелюбная, конечно, очень неприятно, но хочется все-таки верить в здравую мысль членов ИАФ. У всех есть индивидуальный план подготовки на этот сезон, на следующий сезон, поэтому пока все в штатном режиме ведут подготовку. Санкции к российским легкоатлетам в ИАФ предъявили и этим летом. Из-за употребления допинга были дисквалифицированы скороходы из Мордовии. Чувашского спортсмена Александра Яргунькина также обвинили в нарушении правил накануне международных соревнований в Пекине. Эти старты спортсмен пропустил. Впрочем, у легкоатлетов есть шанс побороться за медали в Рио-де-Жанейро. Правда, под флагом Олимпийского комитета. Подготовка к чемпионату мира по спортивной ходьбе также проходит не напрасно, считают Минспорта Чувашия. Эта трасса будет востребована у скороходов. Именно здесь намерены провести российский чемпионат. Медрик Ковалев и Игорь Зверев. Республика.